Продолжение следует... В программу лояльности, если вы практически ничего не знаете о том, что может повлечь для вас сейчас та или иная модель программы лояльности, если вы, конечно, собираетесь ее у себя запускать. На самом деле, эта тема пошла с момента, когда Сбербанк запускал свою программу, и я принимал непосредственно участие в ее запуске. И действительно возник вопрос о том, как понять, какие у нас есть клиенты, как они отличаются друг от друга, как создать портрет каждого клиента и как с ним целевым образом взаимодействовать. Для этого классические маркетинговые исследования не подходят, потому что они проводятся на выборке и не дают некой целевой информации о том, кто конкретно, чем отличается, какой конкретно клиент, чем отличается от других клиентов. Поэтому нужно на самом деле проводить анализ потребительского поведения клиента, понимать все, что конкретно они, как они себя ведут, как они покупают продукты, как они покупают услуги, товары, где, когда, на какую сумму, в каком объеме, с какой частотой и так далее. Вот весь этот массив информации, который мы и вы можете получать с использованием анализа покупательского профиля ваших клиентов, на самом деле может быть основой для построения большой серьезной программы лояльности и вообще построения стратегии целевого управления взаимоотношениями с клиентами. Что можно узнать и вычислить, даже сказать так, на основе транзакционного анализа? Можно понять, насколько лояльны вам ваши клиенты, насколько они склонны к уходу от вас, насколько они ценны компании вашей, каждый конкретный клиент. Вот сколько каждый конкретный клиент, какую копеечку он вам приносит, с какой вероятностью он купит ту или иную услугу, насколько вероятен тот или иной, то или иное следующее действие. Это, соответственно, тоже можно выяснить, понять, какой потенциал у каждого клиента может быть для развития в будущем.